В предыдущем видео рассказывалось о том, как зарегистрироваться на сайте. После того, как вы авторизовались на сайте и вас подтвердили как врача, авторизовали как врача, переходим в настройки записи. Личные настройки введения пациентов. Данный блок нужен для того, чтобы указать один раз, всего лишь один раз указать настройки для пациентов, которые вы будете постоянно использовать. То есть это будет ваш личный шаблон. Каждая клиника, каждое учреждение использует свои шаблоны, свои заготовки. К примеру, у нас в отделении используют совместные осмотры с заведующим отделением, кардиохирургии, таким-то, таким-то. У вас первичный осмотр может начинаться просто, как первичный осмотр. Либо вы можете указать свой заголовок. То есть будет пусть примером... Терапии Петровой АЭС. Обязательно необходимо указать, какого отделения является данный врач. Заведующий. Необходимо нам сохранить данные. Да, кстати, если у вас имеется логотип организации, советую загрузить его, чтобы при выписке пациента, в самой выписке отображался данный логотип. Сохраняем. Данные сохранены. Теперь давайте попробуем добавить пациента. Как говорил, пациента добавляем всего в один клик. Удобство. Нажимаем кнопку «Добавить пациента». Появляется форма. Я укажу на примере своего ИИ 891101-3550. Нажимаем «Поиск». Подтверждаем. Дата рождения. 0111989. Бабаев, Шарзот, Аль Шарич. То есть, система вытаскивает данные из базы данных. База данных находится в налоговом комитете, поэтому ошибочное введение данных исключается. Ну и указываем дату и время первичного осмотра. Третий месяц, 25 число, 10 утра. Выбираем отделение, то, которое нам доступно. В данном случае, являясь врачом отделения терапии, выбираем только отделение терапии. Добавляем. Запись Бабаев, Шарзот, Аль Шелч была успешно добавлена. Смотрим список пациентов. Так как мы добавили первого пациента, у нас в списке только один пациент. Нажав на него, мы уже видим полный контроль над этим пациентом. Паспортная часть, первичка, обоснования, дневники до принимации, предоперационный эпикресс, протокол операции, этапный. Все эти данные сохраняются за пациентом. Удобство в том, что вы очень легко можете найти пациента, посмотреть все абсолютно анализы, все данные, все дневники, которые были записаны вами на момент наблюдения. Ну и далее уже заполняем остальные поля, которые необходимы. Указываем тип госпитализации. Вот, как видите, пациент отделения. То есть, мы в настройках у себя указывали отделение, какое было терапии, заведующее отделение Петров АЭС. То есть, мы указали его. Нам не нужно уже каждый раз, вводя нового пациента, указывать, к какому отделению он относится. И жалобы, которые мы указывали. Если сейчас сопоставить поля, давайте посмотрим настройки записей. Да, кстати, легко перейти в настройки, можно через кнопку «Редактировать настройки». «Редактировать» нажимаем, переходим в свои настройки. Так, пациент отделения, то есть, то, что мы указали, терапии. Пациент отделения, пожалуйста, терапия стоит. Мы ничего не набирали. Мы один раз набрали здесь. Эта запись дублироваться будет на каждого пациента. То есть, пока мы добавляем одну запись, это незаметно. А когда мы будем добавлять 5, 10, 15, 20, 100 записей, каждый раз вносить эти данные накладно. Поэтому система будет вытаскивать эти данные с вашего профиля и вносить их уже в осмотр самого больного. То есть, в его запись. Далее, далее, далее просматриваем все данные, которые нам необходимо исправить. Если нам необходимо исправить ЧСС заменяемого, давление. По системам полностью проходим. Общее состояние. Какое? Система дыхания. Сердечно-сосудистая система. Система пищеварения. Мочеполовая система. Все эти данные уже заранее забиты. То есть, вы можете их исправить, добавить, изменить. Если же вам необходимы какие-то поля, которые вы бы вносили стандартно, подкорректировать под вас, вам необходимо связаться с администрацией для решения данного вопроса. Если же есть какие-то дополнения по системам, нет в списке той системы, которая вам необходима была бы, вы можете продолжить внесение данных в данное поле. Далее уже мы указываем консультации специалистов. К примеру, консультации невропатологов, консультации эндокринологов. Если же они были. Если же их не было, то мы их пропускаем. Далее переходим к внесению анализов. Все анализы, формы сделаны под утвержденным приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Общий анализ крови. Пожалуйста. Полностью вся форма общей анализа крови. Не будем заморачиваться. Давайте внесем просто обычную тройку. Дата забора, к примеру, 24 числа. Гемоглобин 120. 115 давайте сделаем. Система, выявляя нижние показатели, она сразу отображает значение меньше нормы и показывает норму от 120 до 160. Эритроциты 3.1 указывает тоже значение, что меньше нормы от 3.9 до 5. Если нажав на кнопку «Вопрос подробнее», мы можем ознакомиться более подробно с показателями эритроцитов и с теми показателями, которые нам необходимы. Бывает такое, что врач иногда забывает, какие показатели могут быть гемоглобин, какие показатели тромбоцита. Но это, конечно, исключено, потому что врач каждый день сталкивается с такими показателями. Во всяком случае, из биохимических анализов бывает, что не все данные могут запомнить. Гемотогрид 39.5. Если норма идет, то система ничего не говорит. Тромбоциты, к примеру, 180 норма, а 179 уже ниже нормы. Поэтому значение меньше нормы от 180 до 320. Система автоматически высчитывает и вам оказывает. Лейкоциты 11.5. То есть немного повышенная. Также система укажет, что это меньше нормы. Точнее, больше нормы. Анализы добавлены. Нам не нужно выделять, изменять, удалять, исправлять. Достаточно нажать на кнопку «Набрать». Вот. Опять нажать на кнопку «Набрать анализы необходимых». Вот. Таким образом, можно внести анализы биохимические, кауглограмму, общий анализ мочи и другие анализы, которые будут в последующем дополняться совместно с врачами. Система достаточно новая. Еще нуждается в оттачивании. Поэтому надеемся на ваше сотрудничество, на ваши отзывы, на ваши замечания. Все вопросы, все пожелания, пожалуйста, направляйте в контакты, которые указаны на сайте. Можно через форму связаться. Также можно просто написать мне через обратную связь прямо на сайте. Это внутренняя почта. Я бываю на сайте каждый день, поэтому проверяю письма, сообщения. У меня пока что все. Будут вопросы, пожалуйста, пишите. Продолжение следует...